С сегодняшнего дня в школах Республики начались осенние каникулы, которые продлятся 21 день. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки ДНР номер 1346. Этим же документом оговорены сроки и продолжительность учебных четвертей в текущем учебном году. В связи с длительными осенними каникулами вторая четверть начнется 26 октября и закончится 30 декабря. Зимние каникулы, наоборот, будут сокращены до 8 дней и закончатся 7 января. Третья четверть продлится с 8 января по 21 марта. Затем последует неделя весенних каникул. Причем для первоклассников с 15 февраля по 19 будут организованы дополнительные каникулы. Четвертая четверть начнется 29 марта и закончится 28 мая. В связи с угрозой распространения в ДНР коронавирусной инфекции, вузы Республики еще с 28 сентября перешли на дистанционное обучение. С сегодняшнего дня и до 25 октября учиться посредством интернет-связи будут и в средних профессиональных учреждениях. По состоянию на 3 октября на территории ДНР зарегистрировано и подтверждено 3839 случаев инфекции COVID-19. В течение суток зафиксировано 4 летальных случая. Скончались двое мужчин в возрасте 62 и 83 лет и две женщины в возрасте 46 и 67 лет. Вчера исследования не проводились в связи с санобработкой. На сегодняшний день по состоянию на 10 часов утра зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР насчитывается 3839. На лечении находятся 1468 пациентов. Выписаны 2147 человек. Летальных случаев 224. В связи с распространением инфекции COVID-19 Минздрав ДНР не устает обращать внимание жителей республики на простые противоэпидемические правила, вроде ношения защитной маски в общественных местах. И напоминает, что за невыполнение противоэпидемических мер гражданам грозит штраф от 100 до 500 рублей. И это только на первый раз. Если указанные действия повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, нарушителю грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За уклонение лица с подозрением на коронавирус от обследования, самоизоляции или обязательной госпитализации штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. За самовольное оставление места обязательной самоизоляции или госпитализации лицам с подозрением на COVID-19 предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Больным коронавирусом от 20 до 40 тысяч рублей. Также введен штраф на распространение в СМИ с заведомо недостоверной общественно значимой информацией под видом достоверных сообщений. Сочинителю в этом случае грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. В воскресенье 4 октября в окрестностях Харциско громко рычали моторы спортивных автомобилей. В ландшафтно-рекреационном парке «Зуевский» на грунтовой трассе соревновались участники открытого Кубка ДНР по автомобильному спорту в дисциплине ралли. Перед стартом экипажи приветствовали организаторы соревнований. Трасса шикарная, вы уже проехали, все видели. Вам без аварий, без травм доехать. Покажите яркую красивую борьбу, мы все разъедемся по трамплинам, будем смотреть. Весь этот кайф и цинус. Всех поздравляю. Как видите, погода сопутствует. Собрались самые классные у нас автомобилисты, которые участвуют в соревнованиях по кроссу. Я думаю, что будут интересные гонки, наверное. Надеемся, что все закончат трассу без поломок, без серьезных аварий, сохранят свои автомобили для дальнейших соревнований. Невзирая на все ситуации, которые связаны с коронавирусом, ну, наверное, вот соревнования показывают, что занятие спортом, наверное, это один из способов борьбы, наверное, с болезнью. Открытый кубок ДНР собрал 14 экипажей и немалую команду болельщиков. Из-за противокоронавирусных мер не смогли поучаствовать в ралли наши соседи из ЛНР. Конкуренцию гонщикам из Донецка, Горловки, Макеевки составил чемпион России по классическому ралли Евгений Суховенко из Ростова-на-Дону. Планирую, что будут гости из Луганской Народной Республики, но на сегодняшний день граница пока закрыта, сложности с перевозом. Ну, лучшие ДНР, гонщики здесь, я думаю, все будет интересно. Трасса сильная, сложная, и я не помню, давно здесь не проводили соревнования такого масштаба. Надеюсь, что эта трасса будет в календаре соревнований. Эти соревнования будут традиционными здесь, именно в Зугресе, в Зуевке, на территории Харциска. Участвуют в гонке и ветераны, и дебютанты. В экипаже видавшие виды Таврии вынужденная замена. Я вообще первый раз еду, это как бы машина моей жены, она на ней ездит, но она по техническим причинам не смогла ехать, еду я на ней. Машину купили в Крыму, которая была призером в Крыму, а я на ней вообще первый раз еду. Ехать по трассе надо быстро, но аккуратно, дают совет начинающим опытные гонщики. Проложенное кольцо и скоростное, и сложное, с крутыми виражами, перекатами и трамплинами, так что драйв гарантирован, уверены организаторы соревнований. Трассу готовили порядка трех месяцев, пока выбрали конфигурацию. Последние две недели жили все на трассе, и организаторы, и мы судьи тоже были, все рассматривали. Наши участники, мастера спорта Украины, многократные чемпионы Украины, молодые ребята, у кого-то первая гонка, у кого-то третья, пятая. Очень рад, что все смогли все-таки собраться и сюда попасть. Опытная пара экстремалов Кузьмин-Остапенко в шутку называют себя гонщиками с незапамятных времен. Я мастер спорта СССР еще, мастер спорта Украины, шестикратный чемпион Украины. Это вся жизнь. С третьего класса я с картина как начал заниматься, до сих пор еще вот будет 60 лет, а я еще езжу-еджу и учусь ездить еще. По этой трассе я выступаю первый раз, я в принципе все время в автокроссе выступал раньше всю жизнь свою. Это просто у нас автокросс сейчас в ДНР угас на ралли, пришлось переклафицироваться и ехать в ралли. В тандеме давних друзей Сергей Кузьмин, Александр Остапенко – оба пилоты. Но в этом октябрьском ралли Александр Анатольевич взял на себя работу штурмана. Полную виражи и трамплина в трассу спортивным стальным лошадкам надо было проехать шесть раз. После первого кольца экипажу Новицкий-Пахомов есть что рассказать местным телевизионщикам. Тем более, что Евгений Пахомов – харцезянин. Очень крутая трасса, спасибо организаторам за то, что сделали возможность такую эмоциональную попасть на грунтовое кольцо и участвовать именно в настоящем ралли. Опыт у меня не такой уж и большой. Я в 17-м году участвовал в ралли, вот такого же типа соревнования было. А 18-е, 19-е любительские соревнования, все, которые проводились на территории республики. По поводу того, что сейчас была трасса, опять же повторю слова своего штурмана, очень интересная. Для нас она новая в плане опыта, потому что мы ездили по асфальтовым ралли, а настоящее полноценное грунтовое ралли – это для нас диковинка. Мы первый круг как ознакомительный проехали, поняли, где можно нажимать на газ, где нужно быть аккуратным и планируем показать хороший результат. Часть организационной работы взяла на себя администрация Харциска. Глава города довольна результатом. Очень хорошо, что у людей позитивный настрой, то, что 6 лет такое не проводилось на данной территории. И первый раз за 6 лет, все-таки, несмотря на то, что у нас тяжелая ситуация, проводим такие авторали. Все соблюдается согласно указу, дистанционное расстояние территории хватает, слава Богу. Поэтому надеемся, что все пройдет успешно, без травматизма. Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы это было зрелищно и понравилось зрителям. А чтобы понравилось и телезрителям, по просьбе руководства города видеосъемку с высоты больше 10 метров была призвана обеспечить автовышка и ее опытный водитель Василий Шиловский. И дежурство такой спецтехники себя оправдало. Субтитры создавал DimaTorzok 6 октября 1829 года при большом стечении народа состоялись гонки, вошедшие в историю как рейнхельские испытания. На только что построенной железной дороге Манчестер-Ливерпуль состязались скорости локомотивы. Кроме ракеты Джорджа Стеффенсона до финиша 56-километровой гонки не добрался ни один агрегат. Ракета показала среднюю скорость около 20 км в час с грузом в 13 тонн. Победителю досталась мировая известность и контракт на перевозки. В последующие десятилетия железные дороги со скоростью ракеты распространились по земле, стремительно сократив время на перевозку пассажиров и грузов, чем значительно способствовали экономическому росту целых регионов. Наш Донецкий бассейн яркий тому пример. Благодаря железной дороге при Азовских степях выросли не только шахты и металлургические предприятия, но и города. Среди них, конечно, и Харциск. Днем 6 октября малооблачно, температура воздуха от 18 до 23 градусов, юго-восточный ветер 7-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до 11 градусов, ветер юго-восточный 6-8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова